Телеканал КРТ представляет Противодействия противникам Америки посредством санкций, а также исполнительных распоряжений президента США номера 13660, 13661, 13662 и 13685 в части сохранения санкционного давления на Российскую Федерацию. Кому-то может показаться, что я хочу обратить внимание широкой общественности на то, что в своем официальном документе украинский Кабмин берет на себя обязательство имплементировать, то есть внедрить в украинское законодательство нормы американских законов и указов президента США. А вот и нет. В чем смысл обращать внимание на то, что никого не удивляет? А обратить внимание я хочу на то, что без всякой имплементации еще не принятых американских законов и исполнительных распоряжений, украинская власть уже активно участвует в имплементации пока что не существующих американских санкций против Китая. В предыдущей международной панораме я ссылался на материал в Форбсе от 17 февраля под названием «Украина при помощи США готовится отказать Китаю в заключении сделки в области авиастроения». Речь шла о том, что официальные лица США минимум четыре раза встречались с руководителем антимонопольного комитета Украины с требованием заблокировать сделку по продаже «Моторсич» китайской компании. Кроме того, сильнейшее давление оказывалось и по другим направлениям, включая личное обращение госсекретаря США Майка Помпео к президенту Украины Владимиру Зеленскому во время визита в Киев 30 января сего года. А сегодня мы обращаем ваше внимание на журналистское расследование на портале BuzzFeed News с многообещающим заголовком «Украина попала в очередную битву за власть, но на этот раз это не Трамп против Байдена, а Трамп против Китая». И интригующим подзаголовком «Имеется потенциальный покупатель из США, готовый купить производителя военных реактивных двигателей «Моторсич». Со ссылкой на осведомленного украинского чиновника BuzzFeed News утверждает, что в марте ожидается окончательное решение Антимонопольного комитета Украины отменить продажу «Моторсич» компании «Пекин Sky Reason Aviation». По мнению издания, такое решение стало бы кульминацией интенсивной дипломатической кампании во главе с бывшим советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном, который работал над тем, чтобы держать передовые оборонные технологии подальше от Китая. Кроме того, автор материала прозрачно намекает, что президент Украины Владимир Зеленский стремится восстановить связи с Трампом после всех скандалов, связанных с импичментом, которые вносили напряжение в отношения. Ну а главным фактом, или как минимум вполне достоверным предположением журналиста BuzzFeed News является конкретная кампания, которую администрация Трампа настоятельно рекомендует в качестве потенциального покупателя. Это Орайл Кэпитал Групп, которая якобы имеет 10-летний опыт работы в авиационной отрасли. Управляющий партнер Орайл Кэпитал Групп Хусейн Мусави в беседе с журналистом BuzzFeed News без тени сомнения подтвердил, что ему помогают чиновники Госдепартамента США и Американского посольства в Киеве в вопросе покупки контрольного пакета «Мотор Сич». «Чем больше я смотрю на украинскую кампанию, тем больше убеждаюсь, это жемчужина», – заявил Мусави. Внимательный зритель, знакомый с крайне мерзким характером ведущего программы, несомненно обратил внимание на вставленное якобы по поводу 10-летнего опыта работы компании Орайл Кэпитал Групп в авиационной отрасли. Дело в том, что эта кампания уже пыталась зайти на украинский рынок военных технологий. В ноябре 2017 года все лояльные властям и Укроборонпрому эпохи Порошенко-Гладковского украинские СМИ радостно сообщали о 150 миллионах долларов инвестиций, которые это самое Орайл Кэпитал Групп во главе с тем же самым Мусави собирается инвестировать в Харьковское государственное авиационное производственное предприятие для возобновления серийного изготовления самолетов Ан-74. Соответствующие договоренности были достигнуты во время международной выставки «Дубай Аэршоу-2017», – сообщила пресс-служба Окроборонпрома. Более критически настроенные СМИ мгновенно пробили, что Орайл Кэпитал Групп была зарегистрирована лишь 28 июня 2017 года и является американским офшором в юрисдикции штата Делавер. Как обычно, тысячи восторженных слов не устояли против одного мелкого факта. И, как вы догадываетесь, никаких инвестиций сделано не было. Столь же несложно догадаться, что и на этот раз те же и там же присутствуют исключительно для того, чтобы дать дополнительный повод украинской власти отказать китайской компании. Мол, у нас появился покупатель без вашего коронавируса. Ну, а состоится ли потом, после разрыва сделки с Пекин Sky Reason Aviation, покупка MotorSeach американской офшоркой? Наиболее точным здесь будет самый банальный ответ – обещать не значит жениться, особенно если оргия уже состоялась, вполне удовлетворив краткосрочные желания обещающего. Переходя от частного к общему, обратим ваше внимание на следующий факт. Министерство юстиции США назначило Ричарда Донухью специальным прокурором, который уполномочен рассматривать любые вопросы, касающиеся Украины. CNN утверждает, что это назначение потенциально предоставляет генеральному прокурору США Уильяму Барру больше возможностей отслеживать расследования, которые могут быть, цитата, политически болезненными для власти. Пока непонятно, какие именно дела попадут под компетенцию Донухью, но теперь любые вопросы, касающиеся Украины, должны быть направлены в офис Донухью для расследования и надлежащего рассмотрения. Кроме того, он имеет право начать новые расследования или отрабатывать уже начатые, расширяя их. Донухью уже занимается некоторыми вопросами, связанными с Украиной, многозначительно сообщил заместитель генерального прокурора Джеффри Розен. Как мы знаем, в последнее время американцы склонны к наиболее широкой и, главное, экстерриториальной трактовке полномочий своих правоохранительных и следственных органов. А это значит, что Донухью сможет расследовать очень широкий спектр вопросов от участия Байдена и Ко в Майдане 2013-2014 годов и украинской коррупции, заканчивая сомнительной деятельностью посольства США в Киеве и его непрозрачными связями с украинской властью. Впрочем, специальный прокурор по Украине сможет заниматься фактами коррупции украинских чиновников. Для этого достаточно лишь гипотетическое отношение этой деятельности к Соединенным Штатам. Об этом и иных аспектах Украино-Американского, прости господи, стратегического партнерства мы поговорим с политическим экспертом Андреем Золотаревым. Добрый день, Андрей. Итак, вместо ожидаемых посла и спецпредставителя по Украине, Вашингтон назначает специального прокурора Ричарда Донухью. Кому теперь стоять бояться? Это знак. Это знак прежде всего того, что теперь украинские дела будут... Все, что касается Украины, все уголовные дела, все расследования попадают к нему на стол. Если Мюллер был прокурором-расследующим, то этот будет прокурором-надзорным. Наверняка он столкнется с потоком информации из Украины. Возможно, будут очень интересные повороты сюжета. И то, что сегодня выглядит достаточно аморфно и неопределенно, действительно нет бюджета, нет... Бюджета у спецпрокурора. Да, да, да. Американцы на это обращают внимание. У Мюллера с этим все было хорошо. То есть, по сути, он мог бросить на... И бросил на расследование якобы российского вмешательства в американские выборы достаточно мощные силы. Другое дело, что результат оказался равен... Ну, Мюллер как человек чести, собственно, это признал и ушел отставку. А вот здесь все может обернуться... Спустя некоторое время мы можем увидеть, что полномочия могут и прийти к ним. И возможности. Еще одна тема, немало взволновавшая украинскую общественность. Заявление Дональда Трампа по поводу украинско-российского конфликта. Отвечая на вопрос журналиста, Дональд Трамп заявил, цитата, «Если бы Украина и Россия смогли выработать некое соглашение, по которому они бы поладили, то мне кажется, это было бы очень хорошо». Конец цитаты. Напомню, что в конце сентября прошлого года Трамп заявил, что Украина и Россия за последние месяцы достигли большого прогресса в двухсторонних отношениях. Однако после этого наступила длительная пауза в оценках со стороны президента США, связанные с процедурой импичмента по украинскому вопросу. Итак, какой месседж на сей раз посылает нам Дональд Федорович? Возможно, это месседж даже российской стороне. Собственно, господин Трамп прежде всего бизнесмен. Украина превратилась для него, он изоляционист. Для него прежде всего важны американские проблемы, американская экономика. То есть у него нет тех глобальных амбиций, как у неоконсервативного демократической партии. И вот в этом контексте Украина, которая является постоянным источником неприятностей и проблем, с одной стороны, с другой стороны, у него нет столь, скажем так, вовлеченной в украинские дела команды и разбирающейся в украинских делах. И, возможно, вот такой пас российской стороне, о том, что мы готовы договариваться, мы готовы договариваться, то есть приглашение к такому торгу. А украинской стороне, ну, собственно, это ваши проблемы. Совершенно четко, вот, то есть, да, мы, как говорится, от вас не отрекаемся, но, скажем так, наша помощь и поддержка будут носить совершенно четко ограниченные характеристики. Благодарю вас. Это был политический эксперт Андрей Золотарев.